Азбука ЖКХ по коммунальной безграмотности. В Рязани представили азбуку для потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства. Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Валерий Матюхин отметил, что издание является первым российским подобным учебным пособием. Оно предназначено для тех, кто решил разобраться в сложностях и перипетиях жилищного кодекса. И не только. Какая информация должна раскрываться управляющими компаниями? В какие организации может обратиться гражданин, если его права ущемлены? И какие документы, в какие сроки и когда представить? Авторы азбуки считают, что необходимость объяснять предмет деятельности жилищно-коммунального хозяйства связана с тем, что большинство россиян на сегодняшний день не имеют о нем, к сожалению, никакого представления. Среднестатистический житель многоквартирного дома считает, что все, что расположено за его квартирой, является заботой публичной власти, но никак не владельцев квартир в этом доме. Данное представление, по мнению создателей азбуки, нужно менять. Жильцам многоквартирных домов пора брать все в свои руки. Чиновники на азбучных истинах останавливаться не собираются. К выходу готовятся другие пособия. В настоящее время мы готовим ряд документов, которые будут направлены по отдельным направлениям, которые будут направлены на детализацию этой отдельных положений азбуки применительно к нашим региональным условиям. Ну, в первую очередь, это коснется, самый актуальный сейчас вопрос, это капитального ремонта новоквартирных домов. И в тех документах, в тех информационных материалах, которые мы в ближайшее время, надеюсь, подготовим, каждый потребитель жилищно-коммунальных услуг, каждый собственник помещений в новоквартирном доме может найти ответы на самые актуальные вопросы. Например, где найти региональную программу капитального ремонта, включен ли туда ваш дом и в каком году предстоит выполнить тот или иной вид ремонта по программе. Затем часто попадающиеся вопросы, допустим, если ремонт крыши на какой-то давний срок установлен, можно ли его переместить на более ближний срок. Затем, можно ли провести в доме отдельный вид капитального ремонта, который не предусмотрен программой. Имеются льготы и льготы на предоставление по оплате обязательного взноса на капитальный ремонт. Печатная версия азбука ЖКХ вышла довольно ограниченным тиражом, но электронная версия книги выложена на сайтах профильных министерств. Кроме того, веб-версии направлены для размещения на сайтах администрации муниципальных районов. Иван Кристианов, Дмитрий Беляев, телекомпания «Город».